Да, вот уже снимаю. Мы зашли тут в Орхидею, тут слегка перестановка. Камин, оказывается, увезли. И у нас тут чай. Я в стиле Лены, наверное, сейчас сделаю. У нас тут чай. Вот тут чай у нас. Тут зеленый распускающийся чай цветочком. Который я... Только зеленый чай. Только в кафешках я пью зеленый чай с сахаром. Сахарница. И мы ждем пиццу. Мы тут уже два монастыря обошлись слегка. И другой у нас по плану. Так, скажите что-нибудь еще. Таня. Я что-то я с мороза. Как говорят, с мороза. Как говорят, когда... Типа того, что приходят... Ну, новенькие какие-то, да? Вы что, совсем с мороза, да? Совсем с мороза. Вот. Вот, если что-то так разморил немножко. Так, если мы зашли, согрелись. В общем, ожидаем. Да. Хавочка ожидаем. Пока принесут нам пиццу. Ну, и потом мы, может, еще где-нибудь чего не заснимем. А, может, даже саму пиццу заснимем. Да. Вот нам принесли пиццу. Ассорти. Очень вкусная пицца в Орхидее. Я сейчас, правда, не знаю, сколько она стоит. Потому что у нас, когда мы пришли, меню было занято. Но стоила она раньше 200 с чем-то. 220, 200. Может, она где-то, наверное, и стоит. Тут наша Таня. Тут наши телефоны. Ее чехольчик от фотиков. Тарелочка. Салфеточка. Чашечки. Чайничек. И сахарочек. И вот сама эта Орхидей. И сейчас мы будем есть. Ну, снимать мы не будем, как мы будем есть. Зашли в очередное кафе. 10 лет назад я тут была. Да. Вон тут он. А тут мой линжень. И кайтошечка фри. Интересно. Таню я отправила на автобус. Точнее, она села. И мы посидели в кафе. Но там немножко в начале записи. Вот видно. Я единственное, не запомнила название кафе. Но оно у нас в том же здании, что гостиница Успенская. На площади Успенская. Рядом с хостелом, где Таня была. И вот люди, если уже второй человек из Москвы ко мне едет. Вот я, знаете, вот кто-то мне пишет. Типа, хочу встретиться. Давайте приеду. Все такое. И сразу потом, когда я перехожу к Шутшо. Давайте, ну, приезжайте. Сразу как-то она попятная. Вот видите. Если человек хочет, то он как бы приедет. И у него не будут проблемы. Там вот она ехала на Рыбинской. Это и трансфер этот Рыбинский. Ну, как бы такая маршрутная такси. И как-то так. От Рыбинска до Москвы через Углич идет. И от Москвы до Рыбинска обратно. Опять же через Углич. Ночевала в хостеле. Честно сказать, мне немножко стрёмно было. Потому что, ну, как бы, одно дело, когда общаешься так вот как-то в стриме. Там кто-то пишет комменты, еще что-то. В общем, с ней в контакте общаться слегка несколько... Ну, я ожидала немножко другого человека. Я стремалась очень. Вообще не знала, о чем говорить. Но на самом деле очень такой душевный человек. Получился клево так встреча. Единственное, я жутко устала. Я вчера что-то такая жутко устала, что я была. Уснула на часа три. У меня пока все это переваривалось в голове. Пока то все, пятое, десятое. Потом сегодня, ну, тоже гуляли. Я потом на маржурке вернулась. В 4.20, как раз, автобус у нее был. Ну, так, хорошо погуляли. В двух кафе посидели. Вообще за два дня в трех кафе посидели. Такеши. Потом наша любимая, моя любимая Орхидея. Где Аленка там в восторге была от дешевого мороженого. И вот еще зашли по этому Глинтвейну. И взяли такую картошку фри. Да, сто лет вообще картошку фри не ела. Тут вот по собственному желанию ела картошку фри. Кстати, дешевое такое кафе совершенно. Я что-то думала, что если центр города на туристов рассчитан, вот в упор не помню название. Потом, может, погуглю где-нибудь там это. Или зафоткаю специально. Или там запишу и увижу, перепишу название. Скину там в контактовую страничку группы вот этого канала. Если кому интересно будет, ну, другу чего скажу. Ну, в общем, как-то 165 рублей за стаканчик Глинтвейна. Это, по-моему, вообще ничего. И картошка фри у нас там такая приличная тарелочка вышла. Ну, кому интересно, в Инстаграм я скинула фотку. Где-то в процессе поедания этой картошки фри. 120 рублей. Вот это, по-моему, 100 грамм, что ли, там помидорки кусочек было. Это таких огурчиков свежих. Все, нормально. В общем, такое кафе. Как раз вот с одной стороны кафе, с другой стороны как раз вот это останавливается. Вот эта маршинка и собирает уже всех, кто там... Сначала мы думали, что одна Таня едет. Но там, как минимум, человек пять, наверное, вместе с ней вот из Углича ехал туда дальше, Москву. И вчера я забыла в этом маленьком видосике показать. У меня хвостик был заделан. Может, не совсем видно было. В общем, у меня еще вот такая от нее резиночка. Где эта камера, да? И такая вот прозрачная. Я думала, что это какой-нибудь браслетик, не знаю, на какую руку отгадалась. Это такая резиночка. В общем, у меня этой резиночкой был заделан хвостик. Это вот тоже подарок Тане там. Еще у меня, наверное, сейчас еще все-таки покажу. То как? Так. Нельзя тебе не показать. Что у меня снова тут? Заодно покажу покупки еды. Не совсем еды, то, что я за два дня тут купила. В общем, у меня тут такой клевый ударница. Зефир в шоколаде Шармель. Ну, как раз из серии человек знал, что я, видимо, где-то говорила, что я люблю эти суфлейные тортики. И как бы, чем зефир в шоколаде не суфлейный тортик? Я его еще даже не распаковывала. Я думала, может, отдельно обозреть и пошуршать. Но что-то я такая уставшая. У меня еще там перевод висит, правда. Мне, короче, дали ту мангу, которую у нас там получилось так, что переводчика нету. Манга накрылась, я редактировала ее. Теперь я ее буду переводить. Хотя я по собственному желанию как-то хотела уже, а, вызвалась так переводить ее. Но, правда, тот, кто переводит, передачить не может себе. Ну, да фиг с ним. Ну, такая прикольная, очень заштампованная манга, но очень такая мимишная, скажем так. Вот у меня она потом будет по курсу выходить. Причем она еще, по-моему, ангоинка. Там 12 глав уже вышла. А мы на 40-й остались. Причем тут у меня, я сегодня уже с кофе это попила. Три или четыре штучки. Вообще, в Инстаграм есть фотка. Скинула, зафигачила в кофе. И вот отдельно она все-таки как-то не так, как в кофе уже, когда полежит. Я думаю, что из какао она нормально. Думаю, сейчас какао сделать. Смотрю в камеру. Да, кстати, стрим я поставила завтра часа на три где-то. Может, чуть раньше будет. У меня днем придет человек, меня поздравляет. Запоздал я с днем рождения, играть на пианино, то все. И я думаю, сделать его днем. Ну, где-нибудь на часик максимум. И буду я, наверное, по старинке пыриться вверх в камеру. И физиономией тыркаться в монитор. Потому что иначе у меня совсем глаза... Так у меня еще глаза не очень устают. А тут совсем устают глаза. Так что, если кто будет вопить, что ой, твое лицо не видно. Ну, я не знаю, я же не до 10 километров там сижу. То просто, если вы забудете мое лицо, можете тыркнуться на страницу ВКонтакте. У меня там лицо вроде крупное на аватарке. И еще у меня тут было тоже... Я вчера это еще вечером всем схомячила. Если вдруг кто не в курсе, то я вот такое тоже люблю. Она не знаю, может где-то говорила. В общем, это и эти самые венские вафли мягкие. Тут оно сзубитые сливки свищи. Вот он. У меня тут был сладко-несладкий подарок. Такой внезапный кот у меня орет. Ну, вы, правда, не слышите. Он что-то так офигевает. Вчера ушла почти на весь день. Сегодня ушла почти на полдня. Сейчас ходила, смотрела за счетчики, сколько у меня там лепестричество нагорело. Так он меня за дверью устроил истерику. И скреп, скреп, скреп. А я только вышла буквально на 2 минуты. В общем, я сегодня купила, еще тетя своей купила. Вот я ее уже покупала. Как раз то, что у нас называется черный кот. Сейчас не знаю, правда, как он называется, но бывший черный кот. Как раз рядом с этим хостелом на Первомайской. Первомайская А3, наверное, а хостел Первомайская А3А. И вот это вот ваш яркий маникюр. Доктор Найл. Жидкость для снятия лака. Кальций, масло, зародыш и пшеницы. 200 миллилитров. Сейчас оно уже по 42 рублям. Сделано оно в августе прошлого года. Там что-то, по-моему, сколько у него тут, не знаю, 36, что ли, месяцев. Ой, Тиша дерет, да, 36 месяцев. Тиша опять дерет обои, чтоб его, этого Тишу. Раньше же не драла бы. Короче, очень классная штука такая. Мне ее на год хватило. Я ее в каких-то пустых баночках даже обогревала. Будете у нас на этом, сказать, мимо проезжать, зайдите в черный кот. Ну, или, может, где ничего увидите, тоже приобретайте. Хорошо все удаляют. А вчера мы зашли в высшую лигу, ну, как бы это, все, наверху Тайкеша, внизу высшая лига, и вот я себе приобрела. Там еще хлебушек был, но я думаю, хлеб, чего вам обозревать, батончик хлеба. Обычный батончик хлеба. Там же прямо делается. Это у нас тут курага Тульцы. Я уже как-то ее брала. Такой пакетик. Тут у нас 134 грамма. Потом у меня тут опять вишня. 102 грамма. Сушеная вишня. Может, надо было верхний свет включить, и, может, быть, как-то не особо видно, но, да, я думаю, как-то это не особо же надо. Как бы, представляете, что такое сушеная вишня. Ну, еще я взяла себе цукатов. Цукаты ананасовые из Таиланда. 130 грамм. Они тут какие-то супер... Нет, эти еще крупные там были. Сначала смотрела, хотела купить мелкие, но они какие-то совсем уж мелкие были. И еще какой-то такой у них бывает иногда такими красивыми деревянными коробочками. А тут было то же самое, только с таким вот пакетиком. Смесь ассорти видная. Я вчера прочитала винное, и сегодня прочитала мысленно-видное. На самом деле оно П-И-Д-Н-О-Е. И что у меня дерет обоих, хочется туда уйти. И 182 грамма. Тут оно что-то... Вообще 40 с чем-то рублей, 42 с копейками. Вот такой тут арахис чем-то отсыпанный. Еще какая-то фигня чем-то отсыпанный. Ну, короче, обычная смесь сухопуток. Вот то, что я тут купила, то, что мне тут надарили. То, что вот это вообще... Ну, как бы, если кто захочет, welcome to hell. Человеку я уже пообещала вписку на следующий раз в этой или в следующей квартире, если решится еще раз приехать. Потому что, как бы, я уже знаю, кто этот человек. Но, как бы, с первый раз, если вы решите, то у нас очень много всяких хостелов. От 450 рублей хостел. Вообще есть Педя там хостел. Но я не знаю, но, по-моему, около 400 рублей. Где-то так. При желании можно или в гостинице, или в хостеле переночевать. Я вас и выгуляю. И чаем напою. В общем, всем спасибо за просмотр. И прощивайте.